Добрый вечер! Мы с вами встречаемся и, как всегда, первым делом обращаемся ко Всевышнему с молитвой, чтобы нам была помощь в изучении всех аспектов, связанных с Торой. И мы с вами остановились на Раф-Куке, личности, который представляется, был подобен Рамбаму Маймониду по объему, охвату тем, которые он затронул, по видению своего времени и видению перспектив, которые ожидают еврейский народ. Вот мы с вами можем еще раз несколько, может быть, кратко и сокращенно вернуться к его биографии. Я напомню, что Раф-Кук родился в городе Граява в Литве в 1865 году, что учился в Воложенской Ишиве, на которой мы сейчас, в секунду еще мы к ней вернемся. И там называли его Илуй, то есть человек, обладающий, молодой человек, как правило, обладающий необычными способностями. То, что касается... Так, мне вот нужно сделать Шеа, потому что я сейчас буду смотреть сам картинки, а вам я не смогу их показать. Одну секунду. Я выхожу обратно на экран, и я делаю Шер. Шер для того, чтобы иметь возможность показать вам материал. В то время, когда... Это просто невозможно. Ты нажимаешь один ковец, один файл, а выскакивает у тебя другой. Когда Раф-Кук учился в Воложенской Ишиве, то главой Ишивы был там Раф-Рафаэль Шапира. Создал Ишиву несколько десятков лет назад, до этого. В общем-то, в конце 18 века создал Ишиву ученик вильницкого гаона Раф-Хаим, из которого известен как Раф-Хаин из Воложена. Он создал Ишиву по наставлению вильницкого гаона. И, как мы с вами говорили, Ишиву преследовала цель для того, чтобы ее ученики обладали не только знаниями Торы, но и широкими представлениями об окружающем мире и то, о чем в нем происходит. Поэтому неудивительно, что вместе с Раф-Куком, или в то время, близко к тому времени, когда он учился там, учились такие люди, как Ильягу Зевен-Левен-Ипштейн, и сионистский деятель, который, скажем, сделал много для развития земли Израиля. Учился там Раф-Хаим Берлин, написавший подробный комментарий к Торе, который охватывает все вопросы земли Израиля и обязанности ее заселения. Учился там также, и, скажем, чтобы не перечислять всех, Юсеф, у меня здесь нет фотографий, Юсеф Зональдми из Саланта, основатель движения Мусар, который переехал в землю Израиля и был вдохновителем движения выхода за пределы стен города, поддерживал это движение. Кто еще интересный нам может быть? Вот, например, колоним музеев Высоцкий, который основал фирму торговли чая и был приверженцем сионизма, поддерживал сионистские движения. И он тоже учился где-то в тот же период в Воложинской и Шиве вместе с Раф Куком. Сейчас я пытаюсь остановить Шеер и дальше вернуться к биографии Раф Кука. Секунду, 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 секунду. Очень трудно мне даются эти переходы от одного к другому. Вот что мы можем ответить еще, отметить про Раф Кука, что он был раввином в Жемеле, там же в Литве, и в 1904 году был приглашен общиной Яф, Яф и переехал в Израиль. Существует легенда красивая о том, что когда Раф Кук плыл на корабле вместе с женой, то одна монахиня спросила его жену, что вы, евреи, ищите в земле Израиля. И она ее ответила, как всегда, жена Раф Кука ответила вопросом на вопрос и спросила, а что вы ищете в земле Израиля. Ну, как-то, сказала монахиня, у нас там Бог похоронен. На что ей жена Раф Кука ответила, что у нас там Бог живой. Вот этот разговор, может быть, несколько такой простой, может быть, который может показаться, он отражает состояние дел на начало 20-го года, на начало 20-го века, когда мало кто воспринимал землю Израиля как земляка, на которую сыновья Израиля собираются вернуться, да еще тем более потому, что там раскрывается божественное присутствие. Раф Кук, он, в общем-то, никогда не считал правильным нерелигиозный образ жизни и ни в какой мере не оправдывал нарушения заповедей. Он надеялся, что процесс возвращения на родину и обретение национальной независимости, они как бы сами по себе приведут к духовному подъему, который вернет народ к Торе. То есть он видел возвращение как глобальное возвращение в землю, как глобальное возвращение, возвращение духовное. И это станет поворотным моментом истории, переходом ко времени Машех. Если бы он понятие Машех пользовался особым образом, мы с вами посмотрим, может быть, сегодня. Но при этом нужно сказать, что отличие его взглядов было в том, что он видел в людях, отошедших от соблюдения заповедей, не преступников, а людей, которые ищут, которые, скажем, заняты поиском. И он считал этот процесс естественным для периода возвращения в землю Израиля, возрождения народа, когда старые формы религии оказываются неприемлемыми, люди не могут найти новые, их старые не устраивают, и они оставляют старые формы общинные и старые формы как бы веры. И он видел в таких людях, опять же, не оправдывая их, видел в них огромный потенциал. Это в отличие от подавляющего большинства раввинов в его времени, которые, безусловно, осуждали отход от религии, как правило, ничего не хотели иметь общего с людьми, людьми, не соблюдающими заповеди Торы, отгораживались от них и не видели никакого оправдания. Рав Кук как бы видел такую обоюдную вину в том, что происходит. Люди, которые уходят, оставляют заповеди, безусловно, они виноваты в том, что не поняли, не осознали и не нашли правильного пути. Но и, скажем, и общины, и руководители общины, духовные руководители, они также виноваты, потому что они не смогли увидеть тенденции нового времени и изменить общинный уклад жизни, систему изучения Торы, образования, образования молодежи, все старое уже не годилось для бурно такого развивающегося времени, наступающего, набирающего силу XX века. И, естественно, в этом была вина и духовных руководителей, по мнению Рав Кука. В 2014 году Рав Кук выехал в Европу. У нас есть равинов Агудат-Исраэль, куда он и не доехал, потому что началась Первая мировая война, он не смог вернуться в Израиль, он находился в Англии. Сначала в Швейцарии, потом в Англии до 1919 года. И в Англии Рав Кук смог повлиять через общение с евреями и политическими деятелями. На самом деле немало его заслуга есть в том, что появилось в 1917 году декларации Бальфура обращение от имени, как вы помните, от имени британского правительства к барону Ротшильду с тем, что Британская империя видит положительное создание еврейского государства в Палестине. Рассматривает этот момент положительное это то, что называется декларация Бальфура, мы не будем вдаваться в подробности, но этого документа могло бы не быть и в этом есть большая прямая непосредственная заслуга Рав Кука, который опять же с 1914 года по 1919 находился в Англии. по возвращении Израиль Рав Кук был избран главным рабином Иерусалима. Позже он сразу же с образованием главного рабината он стал главным рабином всего ашкенатского еврейства. И Рав Кук оставался и остался непонятным многим ортодоксальным кругом, таким как Агудат Исраиль и старым общинам Израиля. Его, конечно, с трудом понимают. Он создал ешиву, которая называется Мерказа-Рав где-то в районе 1920 года. Рав Кук также пытался создать движение флаг Иерусалима, движение Дегель-Рушалаем политического движения. И то, что можно сказать, он написал очень много работ и галактических, и в основном такого, как сказать, все его труды, они сочетают в себе и каббалистические понятия, но каббалистические термины полностью отсутствуют, все объясняется, я бы даже не сказал в философских терминах, а в терминах, понятных любому человеку, несмотря на то, что за его трудами состоит представление, представление о, такое каббалистическое представление о мире и о происходящих процессах в мире практически ни одного каббалистического термина. Рав Кук дожил до 1935 года, и третьего Иллу 5705 года, он же 1935 год, он ушел из жизни. Это краткая биография, которая может быть ничего как бы существенного, не совсем так, но не раскрывает его личности. Для того, чтобы представить его личность, его подход, неожиданный его подход, мы можем с вами познакомиться с одной из его статей. Я приготовил две статьи, одна более ранняя, другая поздняя. Мы все-таки начнем с более поздней статьи, потому что она несколько попроще. Я перевел ее для вас на русский язык. Должен сказать, что переводить Рав Кука безумно трудно. Очень сложный, очень развитый язык. Для того, чтобы представить себе, может быть, скобках, как Рав Кук учил традиционные еврейские предметы, можно вспомнить о том, что он в один из дней отчитал своего сына, совсем молодого человека, Рав Цви Иуда, за то, что он не повторил один лист гемары семь раз. Рав Кук повторял каждый лист гемары семь раз, считал, что до этого невозможно начать проникать в смысл написанного, пока ты не вернулся к тексту семь раз. Человек он был весьма аскетический, но это все интересные общие слова. Для того, чтобы представить его взгляд на вещи, давайте я сделаю шеяр, и я выведу на экран его статью, которая печатается под названием шафар, трубление в шафар, может быть, несколько перекликается с нашим временем, с тем, что мы подходим к Новому году, и, может быть, как-то несколько полнее здесь можно будет понять некоторых из моментов. Значит, это речь 34-й год, за год до смерти, за год до смерти раба Авраама Ицхака Кука, и она была принесена в центральной синагоге раб Иуда Хасида в Ярушалайме, которая сегодня отреставрирована, на мой взгляд, к сожалению, потому что от этой синагоги оставалась одна такая арка после 1967 года, когда Иорданский Льюгион, отступая из Ярушалайма, взорвал эту синагогу, осталась одна арка, которая была очень символичной, сегодня это здание реставрировали, оно как бы имеет такой новый обновленный вид, мне кажется, что очень много утрачено, когда арка, напоминающая войне 1967 года, и символическая, как бы вот так вот чудом осталась стоять одна арка, она была застроена в этом восстановленном здании. может быть, нам сегодня как бы слова Равкука покажутся более понятными, чем его современникам. Проблема заключалась, как мы помним с вами, это в том, что в иудаизме появились совершенно разные противоположные тенденции и появилось большое число нерелигиозных евреев и набирало силу, уже набрало в 37-м году, в 34-м году уже набрало силу нерелигиозное сионистское движение и все группы и религиозный и нерелигиозный мир, они практически не пересекались между собой. И вот, что говорит Раф Кук. И будет в тот день, я надеюсь, что текст виден вам, да? Вот, что мы можем вместе просмотреть текст. Видно текст? Да, да. Хорошо. И будет в тот день трубление в большой шафар, и придут пропадающие в земле Ашур, и прогнанные в земле египетской, и падут ниц перед Богом на святой горе в Иерушалайме. Так говорит Ишаяу в 23 главе. Всесильные наши, всесильные отцов наших, затрубив в великий рог или в большой рог для нашего освобождения. Это из ежедневной молитвы, вторая цитата, из молитвы Шмона Исре. То есть и пророк Ишаяу предсказывает новое время, и связывает возвращение в землю Израиля образно, сравнивает ее, сравнивает это возвращение с трублением в шафар. И в молитве мы каждый раз говорим, просим Всевышнего затрубить в шафар, в знак нашего освобождения. И мы подчеркиваем, что мы просим срубить его в великий большой шафар. Здесь можно заметить в скобках, что шафар в Торе символизирует начало нового духовного времени, именно духовного времени, вторжения некоторой большой великой духовности, новой в материальный мир. Если мы представим себе с трублением шафар, мы видим, Тора говорит о трублении шафар в момент дарования Торы, мы видим, что пророк связывает трубление шафар с приходом Машиаха, с началом нового времени, а в Рожа-Шана в первый день года у нас есть заповедь трубить шафар, также напоминая о том, что в этот день вошла в мир великая духовность, потому что был сотворен Адам, и Всевышний вложил в него душу. И так что у нас есть момент как бы начала, середина и конца таких осознаваемых нами времен, истории, можно сказать, вхождение души человека, глобальное как бы вхождение духовности в мир в момент дарования Торы, и вот изменение всего мира, когда наступают времена Машиаха. Так что мы представляем себе, что когда говорится о отрублении шафара в связи с наступлением нового времени, то говорится, есть просьба ко Всевышнему начать новые духовные процессы, дать духовные силы, дать новое понимание, новое видение мира, что само по себе пробудит процесс возвращения сыновей Израиля в землю Израиля. Рав Кук продолжает и говорит о большом шафаре, который принесет освобождение пророчеству пророку. Он подчеркивает, что говорится о большом шафаре и о том, чтобы затрубил большой шафар, именно большой, молимся мы. Мы в молитве упоминаем о большом шафаре, не просто о шафаре, а о большом шафаре, о великом шафаре. И дело здесь не в том, что несколько, дело здесь в том, что несколько градаций есть у будущего освобождения, говорит Рав Кук. И каждый из них соответствует шафар определенного качества. Шафар большой, шафар средний и шафар малый. Три шафара, три градации или три возможности будущего освобождения, возрождения сыновей Израиля. Шафар, процесс освобождения сопоставляется с шафаром, в который трубят в рожа шана. Но мы уже представляем, почему как бы скажем, это можно представить себе. То есть один и тот же процесс входа духовности в мир и рождение человека, входа в него души и начало нового времени, как дарование новых духовных сил. И это то, что мы называем приход подмашиаха. Галаха утверждает, что для исполнения заповеди в рожа шана, продолжает равкух, должен быть использован рог барана. То есть преимущественно в рожа шана трубят в рог барана. Равкух ссылается на жуха на рух, об этом говорит и Мишна в Талмуде в трактате рожа шана. Но дальше он говорит, в крайнем случае годится любой шафар. Если нет рога барана, очень хорошо. Возьмем шафар козла, домашнего животного, козла. И шафар изготовлен из рога нечистого животного. Нечистого здесь имеется в виду то, которое было неправильно зарезано. Мы стараемся все заповеди исполнять тем, что кошерно в смысле пригодности для пищи. То есть все что возможно как бы делается из того, что пригодно для пищи человека. Скажем, Тора. Есть заповедь писать Тору на пергаменте, сделанной из кожи животного. Так это кожа животного, которая зарезана правильно, правильным образом. То же самое с шафаром. Шафар это рог того же барана, допустим, но который зарезан неправильным образом. Теперь есть у нас шафар, полый рог животного, который зарезан неправильным образом и не годится для употребления в пищу. Что делать? В крайнем случае, как говорится, постфактум, если бы трубил в такой шафар, исполнил заповедь. Той человек исполняет заповедь, даже если он трубил в рог, изготовленный из рога неправильно зарезанного животного. Но что? Только перед трублением в такой шафар не стоит произносить благословение, как говорится в трактате Брахот. Равку говорит, не стоит, на самом деле запрещено произносить благословение, когда ты трубишь в шафар, изготовленный из рога некошерного животного. Здесь используется идея очень красивая и очень распространенная, что заповеди это не просто какие-то мистические там действия, а заповедь она отражает, заповедь отражает духовный мир, заповедь отражает процессы происходящие в духовном мире. То есть сама по себе заповедь является так можно сказать проекцией духовного мира на мир материальный и поэтому из заповеди можно выучить что скажем какие-то свойства духовных миров или какие-то процессы которые происходят в духовных мирах. И вот поскольку у нас есть заповедь о преимущественном шафаре роге барана и у нас есть разрешение трубить любой рог. У нас есть де-факто мы можем исполнить заповедь трубления в рог негаширного животного это обязательно на что-то указывает. Раф Кук считает что это указывает на три возможности освобождения на три возможности как мы с вами понимаем теперь с вами как может духовность великая большая духовность войти в этот мир в начале в процессе нового времени. И Раф нам Кук говорит эти виды шафаров символизируют различные варианты развития процесса освобождения чему соответствует большой шафар грядущего освобождения вот трубление в большой шафар и Шаягу просил в большом шафаре мы молимся в большом шафаре что такое большой шафар что такое великий шафар если брать соответствие розыж она полностью кошерная да еще выбранная так чтобы это был бараний род когда мы говорим шафар Машеха мы имеем ввиду пробуждение силы которое пробуждает процесс возрождения и освобождения народа Израиля здесь я прошу возобразить внимание на то что для Равкуха Машиах это совершенно не обязательно конкретный человек это процесс процесс естественно направляемый свыше направляемый всевышним процесс возрождения народа процесс даже может быть пробуждение сил народа которыми он обязан воспользоваться которыми он не может не воспользоваться это то что Равкук называет временем Машеха в скобках можно подчеркнуть что скажем понятие Машеха оно является понятием скажем общим таким абстрактным но не но не галахическим да с точки зрения галахии у нас у нас нету в общем-то у нас нету четкого определения Машеха да каким образом он появится кого считать кого считать Машехом да у нас есть обязанность зато у нас есть четкая обязанность жить в земле Израиля да и вот процесс возвращения в землю Израиля пробуждение сил которые дают возможность вернуться в землю Израиля Рав Кук называет Машехом а не какого-то конкретного какого-то конкретного человека вот и это понятие повторится у него несколько раз то есть мы отсюда понимаем важный момент тот кто умеет прислушиваться к мудрецам да он понимает что Рав Кук призывает не дожидаться не дожидаться не дожидаться появления какого-то скажем чудотворца да который 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 будет творить чудеса подобно шаботают и обещает что весь народ перенесется в Израиль по мгновению волшебной палочки по воздуху он призывает не дожидаться этого момента да призывает понять что настало время пробуждения пробуждения сил что пробуждение сил всего народа что Всевышний как бы трубит в шафар и это само по себе меняет мир меняет и окружающий мир создавая в нем условия утрощения меняет и самих сыновей Израиля но вот однако все-таки остается вопрос что это за шафар мы молимся о большом шафаре это сила пробуждения говорит Равкук и первый момент первый параграф первый пункт это сила она собирает изгнанников пропадающих и оттолкнутых и приводит их на святую гору в Иерушалай то есть сила которая пробуждает чувство духовное стремление к стремлению в святую землю стремление прийти в Иерушалай и построить и построить храм это великий шафар да теперь когда же он трубит или отчего это зависит и вдруг здесь скажем да тоже нужно как бы здесь не просто прочитать а понять мысль мысль мудреца оказывается да что в общем-то этот шафар трубит всегда и вопрос в том кто его услышит и кто настроится на его волну кто как бы как раньше это было ловили приемником приемником ту или иную волну да еще если вспомнить Советский Союз где были глушилки которые глушили голос Израиля вот кто-то настроится поймает эту волну да это возможно это возможно всегда это возможно всегда отрубление в этот шафар продолжается всегда и оказывается все зависит от нас ну если не все то по крайней мере по крайней мере восприятие по крайней мере в определенные периоды истории да восприятие вот этого призыва духовного великого да вернуться в святую землю и построить храм этот шафар звучит и восприятие этого зависит от нас да что Рав Кук говорит в разные периоды истории в народе Израиля были люди и даже слою общества в которых пробуждалось желание черпавшее свою силу из таких источников как святость и вера умение опираться на Всевышнего и его и его Тору всегда всегда этот шафар трубил этот шафар трубил всегда к сожалению не все его слышали как правило его слышали великие мудрецы о которых мы с вами рассказывали да и ученики Раши Баолей Тесафот которые 400 человек совершило подъем в землю Израиля в трудные времена ожидая что за ними потянутся другие это если взять вот Рав говорит в синагоге Рав Иуда Хасид синагоги которую построили последовательно Рав Иуда Хасид а кто такой Рав Иуда Хасид это человек который пришел пешком в 1700 году встал и пешком пошел из Польши и тысячи его тысячи из его последователей часть из которых пристенение к нему по дороге пришли пришли в Иерушалаем и стали там жить трудно с большими огромными трудностями но они совершили это встали и пошли в 1700 году и безусловно что можно говорить об этом о том что и вильнюсский гаон услышал отрубление этого шафара естественно есть времена которые оказываются более благоприятными когда возможность подняться и участвовать или даже начать духовное возрождение народа эти времена более благоприятны и вот трубление в такой большой шафар безусловно услышал вильнюсский гаон которое через его учеников донеслось и до самого до самого Равкука то есть Равкук говорит о просьбе о том что мы молимся и одновременно говорит что у нас есть возможность услышать этот шафар всегда была такая возможность не все слышали но такая возможность была всегда услышать этот шафар избранность народа пробуждается желание черпавшее свою силу из таких источников как святость и вера умение опираться на Всевышнего его Тору на понятие избранности народа и осознание стоящих перед ним целей то есть всегда были такие люди которые настраивались на волну большого шафала и поднимались в землю Израиля прекрасно понимая зачем они поднимаются не только в личном плане не только потому что их влечет великое и прекрасное чувство но и потому что есть осознание целей которые стоят перед всем народом люди стремились осуществить желание Всевышнего которое заключается в полном освобождении Израиля начало притворения устремления таких людей в жизнь соответствует рублению уже большой шафар если таким людям удавалось не только подняться самим в землю Израиля но и породить какую-то волну движения в сторону земли Израиля духовного движения то можно считать что прозвучал большой шафар прозвучал большой шафар может быть его звук оказался недостаточным для того чтобы поднять весь народ но тем не менее влияние безусловно на весь народ было такой шафар пробуждает возвышенный дух и подталкивает народ освободиться по собственному желанию и исполнить великую миссию возложенную на него дальше да иногда желание в котором есть святость ослабевает народ не захватывают высокие идеи преисполненные святости однако им движет естественное здоровое желание присущее природе человека желание быть свободным но и оно коренится в святости да то есть если Раф Кук естественно говорит о некотором новом еще на тот момент новом явлении на национальном движении не нерелигиозном вот о таких его представителях как герцель которого Раф Кук очень ценил и забегая вперед или возвращаясь назад я приготовил для вас статью о Вениамине Герцеле фактически о траурной речи Рафа Кука в день похорон день похорон герцеля да и там он говорит о герцеле как герцеле как о машиахи из дома юсефа опять же не представляю себе что это конкретный человек да а то что это человек который породил некоторое движение возвращение в еврейском народе и он является скажем каким-то отображением идеи машиаха отображением идеи машиаха которого относится бен юсефу статья очень интересная и мы постараемся с ней с вами также познакомиться и вот здесь Рафа Кукса относится вот с этим движением относительно новым нерелигиозное движение возвращения в землю Израиля без осознания тех религиозных целей которые стоят перед всем народом вот напомню что в принципе как бы корень вот такого нерелигиозного сионистского движения это осознание того что в Европе попытка войти в европейское общество попытка может быть весьма успешная она породила породила войну волну антисемитизма невиданную нового которого не было которого не было раньше да и это вот такое движение за возрождение народа после осознания того что автоассимиляция ассимиляция в европейских странах она невозможна она только любая такая попытка приведет еще к большему антисемитизму и вот Рав Кук дает характеристику этому движению и говорит что это здоровое естественное желание приводит к простому желанию нации утвердить свою власть в своей земле и он видит что это движение в сторону Израиля нерелигиозно его корень коренится в святости почему святости что же святого это люди которые не крестились это люди которые всегда видели себя всегда видели себя евреями полагали что таковыми их примет европейское европейское общество хотели быть его частью вот и быть его частью оставаясь оставаясь если кто желает и оставаясь оставаясь евреями и Рав Кук видит корень этого корень этого святости как мы с вами говорили он видит в этих людях которые по совершенно непонятным причинам продолжают себя считать евреями не соотносятся с христианской религией не с христианским обществом в большой степени он видит в этих людях что на самом деле их отход от религии это протест против старых форм а иначе почему против старых форм скажем не устаревших форм религии а против старых форм против протест против общины которая не смогла найти ответ на новое время так что он пытается проникнуть может быть как-то подсознание и говорит что корень национального движения который себе не представляет целей народа о которых говорит Тора не представляет себе избранность еврейского народа настоящий тем не менее это стремление оно его корень в святости встать и освободиться жить свободно как любой другой народ то что похоже на любой другой народ этому естественному желанию соответствует обычный шафар напоминаю что он сравнивает с рожа шана и большой шафар это преимущественный шафар это рог барана обычный шафар рог любого другого животного кошерного зарезанного правильно например козла да отрубление в рог козла который всегда можно найти в любом месте не знаю как можно найти в любом месте во время равкука наверное кошерный шафар или рог кошерного животного зарезанного правильно можно было найти везде однако первые предпочтительные но де-факто все шафары кошерные однако есть и третий шафар соответствующий процессу освобождения и он также соотносится с шафаром посредством которого можно исполнить заповедь фроша шана что это за третий шафар мы помним что это рог животного которое было зарезано неправильно оно не годится мясо этого животного не годится для употребления в пищу ни в каком случае ни в каком разе а вот рог взяли и трубят него и оказывается что можно исполнить таким образом заповедь трубления в шафар но чему соответствует какому процессу духовному можно сопоставить трубления в такой вот некошерный шафар этот небольшой шафар небольшой по своему статусу неважно он большой он больше баранев или меньше баранев он по своему духовному статусу оказывается очень небольшим да да него трубят только в том случае если невозможно найти другой он соответствует такому состоянию когда и стремление к святости и освобождению с целью исполнить предназначение и стремление к свободе нации чтобы обрести такое национальное достоинство не пробудились ни влечения к земле Израиля как святой к Иерушалаему как городу где раскрывается божественное слово нету этого да более того нету и желания быть просто евреем принадлежащим своему народу и быть свободным нету этого желания нету а что же тогда есть что за что же стоит за этим третьим шафаром да и когда в мире не могут начаться процессы соответствующие большому или обычному шафару да мы представляем себе теперь да что эти что эти процессы они могут начаться почти почти всегда есть более благоприятные времена но почти в любое время могут начаться эти процессы были бы только люди которые услышали эту волну кошерного шафара или хотя бы волну да хотя бы волну большого шафара услышали бы волну большого шафара или хотя бы волну обычного шафара не услышали да то есть всегда может быть это зависит от того кто слышит да но вот теперь не слышит не первую волну и не слышит даже вторую волну Что же такое шафар некошерного животного? Приходят враги Израиля и трубят им в уши, как бы не сам Всевышний трубит уже, а трубят какие-то его посланцы, какие-то его ангелы, трубят в этот шафар. Этот звук, он порождает силу врагов Израиля, которые как бы трубят в уши, провозглашая начало времени освобождения. Враги провозглашают время возрождения. Враги наши заставляют нас услышать звук шафара. Тут как бы не совсем понятно, это устная речь Равкука. Ну, можем себе представить, и любые, скажем, здесь нюансы, они не так важны. То ли враги сами трубят в шафар, то ли они нас заставляют услышать звук шафара Всевышнего. Вещи очень близки. Я бы все-таки сказал, что они нас пробуждают и заставляют услышать трубление в шафар Всевышнего. Однако, это получается вот таким образом, что это трубление уже соответствует трублению в шафар, изготовленный из рога некошерного животного. Они издают протяжные звуки и шумят, не давая нам покоя в изгнании. И тогда шафар из рога животного, относящегося к видам... Нет-нет, тут может быть описка что-то, относящегося к из рога животного, зарезанного неправильно, вот это мы пропустим с вами, да, из рога животного, зарезанного неправильно, превращается в шафар, предвещающий освобождение. Да, Амалек, Петлюра и Гитлер, 34-й год, Гитлер уже присутствует, да, он уже известен, особенно евреям, да, пробуждают народ, чтобы он освободился. Тот, кто не услышал звуки первого шафара и не прислушался к звукам второго шафара, обычного, и его уши остались заткнутыми, он услышит звук нечистого шафара, который непригоден для использования в обычном случае, да. Но перетрубление в такой шафар не произносит благословение. Иногда бывает ситуация, что человек исполняет заповедь, но он не произносит благословение, да. Все, в чем есть какая-то испорченность, да, своего рода проклятие добавляет Равкук, на это не произносит благословение. Например, пища, которую человек вынужден есть, но она, она либо неполезная, да, либо он ест из-за пеку, хнефиши, за спасение жизни, он в Песах ест хлеб, да, ест хлеб, да, ест, но он не говорит благословение, да. И поэтому трубление в такой же шафар, оно также не производится без благословения, да. И Равкук завершил свою речь, обращение к публике, собравшейся в центральной синагоге в старом городе, синагоге раб Юда Хасида, чтобы передрожишь она, чтобы услышать великого Равина, да, он завершил свою речь таким образом, да. Мы молимся, чтобы Всевышний не заставлял нас больше слушать трубление в некошерный, да, нечистый шафар. И также в обычный шафар, символизирующий процессы, направляемые верующими, неверующими людьми, не очень-то мы тоскуем по такому трублению, говорит Равкук, да, напоминание о том, что мы в молитве все время говорим о большом шафаре, о великом шафаре, да. Мы молимся, вострубив большой шафар к нашей свободе. Звук этого шафара исходит из глубины общей души народа Израиля, из нашей святая святых, тогда придет полное освобождение, да. Естественно, что, скажем, может быть, сегодня для нас такой подход, для нас более приемлем, как бы более понятен, представить себе, что в 34-м году Равкук обращается к людям религиозным и говорит, что, как бы говорит, что самое главное – это освобождение, процесс освобождения. Если, конечно, хотелось бы, чтобы он прошел с полным, с полным осознанием того, что происходит в мире, но даже если он произойдет, произойдет вообще без осознания, потому что нас погонят, враги погонят чуждой нам силой, и это тоже освобождение, и это тоже начало нового времени. Кажется, сегодня более-менее приемлемым, но для большой части, скажем, религиозных кругов, ортодоксальных кругов, вот такое заявление Равкука, оно и сегодня неприемлемо. Ожидается начало времени, как обязательно, как появление некоторой личности, которая на высокой духовной волне поднимет весь народ и произойдет процесс освобождения. Все, что происходит до этого, не годится, да, и от этого следует как можно дальше отойти и как можно дальше устраниться. Это позиция сегодня многих ортодоксальных кругов. Вот, скажем, влияние Равкука было очень большое, рождение его новых идей и взгляд на время, и понимание того, что, понимание, о котором говорят постоянно пророки, что освобождение все равно придет в мир, только у него есть разные пути, и когда настало время, оно войдет в мир. И очень многое зависит от нас. Услыши-ка, насколько мы, какую, скажем, чистоту мы услышим, мы восприним, очень многое зависит от нас. Это были моменты совершенно новые, неожиданные, и встретившие большое противоречие со стороны многих ортодоксальных кругов, как мы с вами сказали в его биографии, до своей смерти в 1935 году Равкук остался многими непонятым, даже гонимым, и, как мы с вами говорили, первое заседание Агудат-Исраэль, на которое он выехал, не доехал, оно началось с осуждения Равкука, и поэтому Хофц Хаим встал, ушел и не больше не возвращался на заседание Агудат-Исраэль. Здесь я хочу остановиться и послушать ваши вопросы. Я нажимаю Стоп-Шер, сам я пытаюсь войти в чат, вот, и здесь есть вопрос, Равзеев, как же развивать в себе умение слышать шафар, что способствует этому умению, и что мешает? Да, вот, конечно, этот момент, в этот момент, этот момент в статье оказался не затронутым, оказалось представлено описание времени, описание процессов, возможного развития событий в дальнейшем, но не было сказано, как развивать в себе, да, вот, даже трудно, трудно сказать, да, кого слушать, кому обращаться, какие книги преимущественно читать, да, мы понимаем, мы понимаем, что этот вопрос стоял перед каждым поколением, и даже в то время, когда, даже в то время, когда жили пророки, да, вот, скажем, да, сегодня, да, как развивать себе, как развивать в себе это умение, да, во многом оно, как вам сказать, да, скажем, я могу сказать про себя, может быть, это не сразу пришло, да, такое, скажем, такое понимание, да, я для себя выработал такое, выработал такое правило, да, определение, как бы критерия истинности того или иного движения, того или иного учения, того или иного авторитета, да, истинность это привязанность к земле Израиля, да, но не теоретическая, когда можно сказать, как сказал второй нехабадский ребят ценных целей, когда сказал, что земля Израиля, она в сердце, она повсюду, да, это подобная фраза, она ничего не значит и ни о чем не говорит, и не говорит ни о какой любви к земле Израиля, да, или также, скажем, да, заявление Раби Нахмана, что весь мир это узкий мост, да, и главный и главный принцип это не бояться, да, оно тоже для меня ничего не значит, узкий мост, а куда он ведет этот узкий мост, коля, улам, кулок, гешерцармиот, весь мир это очень узкий мост, а куда он ведет этот мост, пока не говорится о земле Израиля, пока не чувствуется самоотверженности человека, готовности его, я уж не говорю, жертвуя собой, это, скажем, оставим в стороне, но приложить усилия, жертвуя чем-то, да, из-за любви к земле Израиля, да, у меня вызывает подозрение, подозрение некоторой, некоторой неправильности, скажем, да, вот, Равкук намекает на это, он пишет, мы с вами можем также посмотреть, я переводил эти тексты, да, он говорит о том, что человек, живущий за пределами земли Израиля, не может быть столь же верен своим, столь же верен своим идеям, как человек, который живет в земле Израиля, он мягко намекает, что человек, который живет за пределами земли Израиля, он, в общем-то, кривит своей душой, правда, потом он говорит о воздухе земли Израиля, как мы с вами говорили, воздухе, это, который окружает Всех, кто стремится в землю Израиля, то есть тот, у кого есть искреннее стремление, он как бы в каком-то смысле находится уже в земле Израиля. Но такой мягкий намек, что человек, который живет за пределами земли Израиля, он уже кривит душой. Значит, все его понятия будут искривлены, все его пути будут искривлены. Это, скажем, тот критерий, который я выработал для себя, то, с чем я могу с вами поделиться. Умение слышать шафар. Ты всегда что-то читаешь, ты на кого-то ориентируешься, ты не один в мире, все время есть и учителя, и товарищи. Где критерий, как из всего этого отобрать? Истинность для меня – это любовь к земле Израиля. Если нет настоящей любви к земле Израиля, стремление в нее, стремление жить в ней, стремление отстаивать ее, то, как я опять же понимаю, не может быть и настоящей любви, не может быть и настоящей любви ко Всевышнему, и не может быть даже настоящей любви, полной, высокой любви между мужем и женой. О чем и намекает трактат Тубот, который говорит, что если муж хочет переехать в землю Израиля, а жена не хочет в любое время, есть Машех, нет Машеха, то у мужа есть право развестись с женой и не выплатить ей по брачному договору по Ктубе. У жены есть то же самое право, если она хочет переехать в землю Израиля, а муж не хочет, как говорится в трактатике Тубот, в конце его, где-то на 110 листе примерно, да, то у нее есть право обратиться в суд и требовать, чтобы суд добился от мужа развода, и она уехала в землю Израиля, и в этом случае она получает все деньги, которые положены по брачному договору. Вот, несмотря на то, что она стала инициатором развода. Это удивительный закон, потому что брак для Торы – высочайшее дело, величайшее дело. И почему, как бы, Тора, закон, готов разрушить брак из-за того, что кто-то, один из супругов, готов переехать в землю Израиля? Только по одной простой причине, что если нету стремления в землю Израиля, неудержимого совершенно, и нету желания бороться за землю Израиля, есть некоторая кривизна во всех отношениях. И в отношениях человека со Всевышнего, в отношениях между человеком и человеком, да. Вот, и, скажем, да, мне представляется, что вот это и есть критерий, как бы, да, когда ты учишься, учишься понимать, вот как услышать шафар, нужно понять, нужно разобрать, нужно найти, выстроить правильные, правильные приоритеты, ценности нужно выстроить, да. Где ориентир? Ориентир – это любовь в земле, это любовь в земле Израиля, настоящая, да, и вот, и она как призма, да, через которую проходит и любовь ко Всевышнему, и любовь к ближнему, исполнение заповедей возлюбить самого себя, возлюбить ближнего своего, как самого себя, да. Вот, скажем, да, представляется такой, представляется такой момент, да. Вот, и, конечно, вопрос правильный, это момент очень трудный, как услышать, как услышать это отрубление, но мы видим, что оно есть постоянно, есть постоянно, и, в общем-то, это зависит от нас, да, и зависит от нашей искренности, зависит от нашей честности, как говорит Рава в Талмуде, Всевышний требует сердца, да, можно сказать немножко по-другому, да, то есть в том понимании, не сердце для Равы – это не восторженность, не размокивание руками, не чтение стихов захлеб, да, сердце для Равы – это искренность, да, и вот эта искренность, конечно, это свойство, которое обязательно должно быть у человека, которому нужно стремиться, которому нужно всегда себя проверять, да, вот, а со стороны для меня, как бы, проверка того, что я читаю, того, что я понимаю, того, кого я слушаю, проверка – это любовь к земле, любовь к земле Израиля, да, вот, это, как бы, я с вами делюсь личным опытом. Есть еще, скажем, целый ряд моментов из личного опыта, вот, но, скажем, пока оставим на будущее, да, вот. Пожалуйста, есть что-то еще, что хочется спросить? – Равзейф, можно вопрос, да? – Пожалуйста, пожалуйста. – А вот этот звук шафара, его могут услышать только евреи или он доступен и неевреям? – Я так понимаю, когда я говорю, я понимаю, что у нас аудитория такая, ну, как, как можно сказать, смешанная, не знаю, как, чтобы никого не обидеть, вы меня знаете, я ко всем отношусь с огромным уважением и, вот, неважно, да. – Насколько я понимаю, да, перед нами стоят, перед нами стоят общие, перед нами стоят общие задачи, да, и мы с вами, как бы, реагируем почти, может быть, одинаково на процессы, происходящие, на процессы, происходящие в мире, да, вот, и, скажем, да, та задача, которая стоит перед нами, да, кроме тех задач, которые вы можете поставить перед собой, там, улучшение общества вокруг себя, забота об экологии в тех странах, в которых вы живете, и многие другие задачи, которые весьма и весьма достойны, да, есть, значит, есть один момент, который нас всех объединяет, да, это наступление нового времени, возвращение сыновей Израиля в землю, в землю Израиля, да, и приближение к тому времени, когда из Иерушалаема выходит, да, выходит слово, выходит Тора, из Циона, трудно по-русски, да, Кеми Циона, Та Циона, из Циона выходит Тора, из Слова Всевышнего, из Иерушалаема, да, это та, это тот общий процесс, та общая волна, которую мы с вами улавливаем, и на которой, я надеюсь, мы движемся, и на которой мы ищем, ищем общий язык, да, вот, ищем общий язык, да, скажем, здесь можно говорить и о тех людях, которые хотят принять Гиюр, и принимают Гиюр, да, и, скажем, да, и за пределами земли Израиля, и больше в Израиле принимают Гиюр, и тех людях, которые не принимают Гиюр, но понимают и осознают, что есть, есть Тора, да, и вот это понимание, что есть Тора, да, оно, мне кажется, оно не может остановиться на том, что есть моя личная жизнь, есть вот семь заповедей Ноха, которые я буду соблюдать и, скажем, построю свою личную жизнь в семье, это возможно, это возможно, да, но, да, кроме, кроме этого, да, кроме этого, опять же, да, если у человека есть, есть сильная реакция, есть развитая душа, чуткий слух, да, то здесь включается и другое, да, есть мировой процесс, есть мировой процесс, основная характеристика которого, это возвращение сыновей Израиля в землю Израиля, а вместе с этим, да, и возвращение божественного присутствия, возвращение божественного присутствия в мир, да, так что я думаю, что этот звук, он общий для нас, каждый его воспринимает, может, вообще каждый человек воспринимает по-своему, естественно, скажем, многое зависит от того, какого он, да, скажем, там, еврей воспринимает по-своему, не еврей, большой праведник его воспринимает по-своему, да, но волна, на которой мы с вами живем, движемся, объединяющая нас сила, она одна и та же, да, и иначе, иначе быть не может, да, и, хотя, скажем, трудно кого-то куда-то призывать, но мне представляется просто, да, что вот, скажем, все это движение в Нейноах, да, которое, скажем, само в себе относительно новое, оно не может ограничиться частными задачами построения своей семьи или борьбой за какое-то улучшение мира в частном плане, как, например, экологии, очищение воды и так далее, да, то есть мне кажется, что без вот этого действительно ощущения нового времени, которое, как нам объяснил Раф Кук, оно, в общем-то, зависит от каждого, потому что шафар звучит всегда, да, без ощущения этого нового времени, да, у нас останется мало что объединяющего, и мне кажется, что жизнь, она будет гораздо менее наполненной, и понимание той же самой Торы, да, оно будет гораздо мельче, если мы не прислушиваемся, не ориентируемся к глобальным процессам, евреи, не евреи, в конечном итоге каждый человек по-своему, да, воспринимает эту волну, но волна эта есть, и она одна, да, вот, окей, что-нибудь удалось объяснить? Хорошо, ладно, есть еще что-то? Да, спасибо, Раф-йон, ой, Раф-зэй, спасибо, извините. Хорошо, есть что-то, что еще хотелось спросить? Ну, ждем три секунды, и, естественно, как всегда, есть еще в запасе много материала, да, Если нет вопросов, то я тогда постараюсь перейти к новому моменту. Сейчас мы посмотрим, как нам это сделать. Секунду. Скажем, вот. Как нам, как нам это сделать? Я вот просто думаю, какой момент нам взять, да? Вот, ну, давайте мы, давайте мы с вами возьмем также одну, один из принципиальнейших, можно сказать, принципиальнейших замечаний Раф-кука, да? Вот, пытаюсь увеличить текст, для того, чтобы мы с вами вместе могли его читать, двигаться по тексту, секунду. Вот. Мы с вами говорили о том, что начало нового времени, оно, время возвращения в землю Израиля, время освобождения, время Геулы, как ни называйте, оно потребовало осмысления тех понятий, которые, казалось бы, нам должны были быть очень хорошо знакомы, но нивелировались или обрели неверные совершенно какие-то грани, скажем, да, неверные представления наслоились на эти понятия, основные понятия в изгнании, за период времени изгнания. И, естественно, что сама земля Израиля, понятие земли, само понятие земли Израиля, оно, как ни странно, даже у величайших мудрецов Торы, большинства величайших мудрецов Торы, оно было смело, скажем, совершенно искажено. Земля Израиля, да, Земля Израиля представляла, или просто не думали о ее свойствах, вот есть Святая Земля, известно, что там должны соблюдаться заповеди при определенных условиях, когда народ вернется, большая часть народа вернется, должна отделяться десятая часть от урожая. Кто-то, может быть, очень отдаленно думал о заповедях, связанных с храмом. Нужно сказать, что, в скобках можно заметить, что основной книгой, и сформировавшейся знания, и представлению о законе, был Шуха Нарух, а Шуха Нарух он занимается в подавляющем большинстве своих страниц, он занимается вопросами повседневной жизни, да, встал утром, омыл руки, какие благословения говорить, как делать обрезание родившемуся ребенку, как жениться, как искать невесту, как жениться, правила Кашрута, и так далее. Величайший труд, очень интересный, но он заканчивается правилами повседневной жизни, да, вот, вот есть праздники, значит, таким образом соблюдаются праздники, вот есть суббота, таким образом соблюдаются суббота, да, и совершенно не затрагиваются вопросы земли Израиля, кроме, может быть, там как-то в каких-то моментах, которые проскальзывает отношение Рав Юсеф Каро к земле Израиля, напрямую вопрос земли Израиля не затрагивается, да, Рамбам Маймонид, который я описал все 613 заповедей, включая заповедь проживания в земле Израиля, подчеркиваю, заповедь проживания в земле Израиля есть у Маймонидов законах о царях, да, и нечего как бы здесь наводить тень на плетень, вот, говорит, что он ее не включил в основные заповеди, не включил в основные заповеди, так что же не все заповеди он счел основными, но принципиальная заповедь для него, это проживание в земле Израиля, она есть, вот, это в скобках, то есть он охватил весь объем, весь объем, скажем, вопросов, включая и повседневную жизнь, и будущее, и понятие, и понятие Машеха, кто такой Машех, да, по Рамбаму, может быть, вернемся, да, он охватил, он охватил все эти понятия, но Рамбама, он не был предметом изучения, да, в Хабаде, например, Рамбам долгое время был под запретом изучения Рамбама, да, вот, так что, скажем, вопросы, связанные с землей Израиля, просто не разбирались, концентрация была на вопросах повседневной жизни, и осмысление земли Израиля, оно, естественно, ушло. Моменты тонкие, касающиеся связи земли Израиля, и принципиальные, они просто не были затронуты, Раф Кук начал их обсуждение или раскрытие их, он начал, начал заново, да, откуда он взял это, да, сам продумал, но прежде всего взял у своих учителей из той традиции, которая тянется от вильнюсского Гаона, оттуда он взял понятие о святости земли Израиля. Раф Кук приехал в 1904 году в землю Израиля, где-то, по-моему, в 1907-1908 году был год Шмиты, год, когда, как вы помните, нельзя обрабатывать землю, нельзя ее вспахивать, нельзя обрезать виноградник, и все плоды, которые вырастаются, они фактически вырастают на земле, они фактически считаются, считаются общим достоянием, и если кто-то их собирает и продает, то нельзя их продавать за большую цену, можно только компенсировать там сбор, доставку, но не самым стоимость плодов взимать с покупателя, да, и дело заключается в том, что эти законы соблюдаются, когда большая часть сыновей Израиля, подавляющее большинство сыновей Израиля находится на земле Израиля. Если нет, то это восстановление носит характер заповеди, установленные мудрецами, как память о том, что мы должны соблюдать эту заповедь, если большее число сыновей Израиля окажется в земле Израиля. Это первый момент. Второй момент, да. Если кто-то ест плоды земли Израиля, да, допустим, даже когда большинство сыновей Израиля было на земле Израиля, и кто-то вырастил все плоды с нарушением закона, плоды сами от этого не стали запрещенными. Мудрецы ввели правило не покупать у тех людей, которые не соблюдают седьмой год. Это также постановление мудрецов. А сами плоды, они не являются ни кошерными. Есть человек из съелых, он не съел ничего ни кошерного. Более того, он исполнил заповедь, есть плоды седьмого года, даже если они выращены с запретом. Это та ситуация, которая существует и которую нужно представлять. Так вот, в 1908 году, мне представляет, в 1908 году развернулась полемика относительно того, что Раф Кук разрешил молодым поселениям в земле Израиля, религиозным, да, таким как Маскерид Батя, которое было создано бароном Ротшильдом, он разрешил формально продавать землю не еврею для того, чтобы снять запрет как бы работать на земле в субботний год. Но если земля не принадлежит еврею, тут нету обязанности соблюдать седьмой год. Возникает вопрос, можно ли продать землю не еврею, продается ли она, как бы действительно это продажа, и хорошо ли это продавать землю не еврею, потому что есть заповедь, не дай задержаться здесь, на этой земле, тем, кто против тебя, кто-то фактически тебя отсюда хочет вытеснить, не дай им задержаться на этой земле, и поэтому не сдавай им дом, не продавай им землю и так далее, не поддерживая их никоим образом, не нарушает ли человек эту заповедь, когда он продает эту землю. Раф Кук разрешил продавать землю не еврею, сбросить все, как бы, проблемы седьмого года и работать обычно на земле. Это решение показалось очень революционным, хотя и до него многие авторитеты говорили о том, что это возможно, и опять же, я напоминаю о том, что речь идет о заповеди, которую установили мудрецы, которые, естественно, к таким ограничениям относятся гораздо легче, чем тем ограничениям, которые вытекают непосредственно из истории. И развернулась большая полемика по этому поводу. И вот если мы представляем себе это, то нам очень интересно будет ответ раба Брамы Ицхака Кука, одному из величайших авторитетов своего времени, Ридбазу, из которого видно, насколько нивелировались все понятия, касающиеся земли Израиля, а можно представить дальше из этого, насколько нивелировались все понятия, касающиеся вообще просто возвращения сновей Израиля в землю, и государственности, и уж тем более храма, которым никто не занимался, и очень мало людей вообще представляли, где стоял этот храм. То есть все это можно увидеть из этого ответа. И Раф Кук пишет Ридбазу, который обрушился на него с критикой. И дело в том, что в то время соблюдение седьмого года привело к тому, чтобы эти молодые поселения, они просто бы оставили их и уехали, потому что для них было невозможно совершенно пропустить год работы, в то время, когда земля не дает такого благословения, которое давало раньше. Это было невозможно для них. И они бы оставили эту землю. Ридбаз сказал, в принципе, что если заповеди невозможно соблюдать на земле Израиля, то и нечего здесь жить. Земля Израиля для того, чтобы человек соблюдал здесь заповеди. Не может соблюдать заповеди, смысл проживания здесь пропадает. Теперь можем обратиться к статье. Статья эта приведена в книге в Раф Кука «Шаббат Аарец. Суббота земли», в которой он описывает подробнейшим образом законы седьмого года и соблюдение их в то время, когда стоит храм, и когда храма нет. Вот теперь Иоанн говорит так. Существует неверное предположение, что нет у земли Израиля никакого другого положительного отличия, кроме того, что на ней в силу тех или иных причин можно исполнять заповеди, предписанные Торой. То есть он сразу отметает это предположение, что земля Израиля, она хороша только тем, что на ней можно исполнить еще какие-то дополнительные заповеди. Это предположение он называет неверным, ошибочным. Осуществимые только заповеди, осуществимые только в этом месте. Как то, например, о соблюдении законов седьмого года, отделение трумы и десятой части от урожая. И земля обетованная представляет собой лишь платформу, позволяющую претворить в жизнь постановления, обязательные для тех, кто проживает в пределах границ, указанных в Торе. Как хорошо жить в земле Израиля, потому что здесь можно соблюсти еще несколько заповедей. Плюс ко всему тому, что можно сделать за пределами земли Израиля. Такое представление, опять же, оно никуда не годится. Теперь Рав Кук говорит, поэтому, когда возникает такая ситуация, при которой заповеди земли невозможно исполнять, и мы опять же говорим о заповедях мудрецов, а не непосредственно наложенных Торой, повеление проживает в пределах границ святости, утрачивает смысл и перестает быть обязанным для, обязательным для сыновей Израиля. Это все критика, представление неверных позиций, так что, если не земля, если нельзя соблюсти заповеди, то нечего здесь и жить. В самом деле, если особенности земли, обетованной, проявляются только как в совершении определенных действий, как это ошибочно утверждают некоторые авторитеты, то тот, кто находится в вынужденном положении, не может их выполнить, не обретает никакого преимущества с точки зрения Торы проживания на земле, обещанной Богом. Опять возвращение к тому же, что это ошибочно, думать, что здесь только соблюдение заповедей, на самом деле, и тот, кто придерживает, на самом деле это не так, и тот, кто придерживается подобного мнения, совершает глубочайшую ошибку. Следует отметить, что и святой Сторой, способность народа хранить ее идеи в чистоте и постигать ее глубины и смысл заповедей зависит от проживания на земле Израиля. То есть, вдруг бах, и кроме заповедей соблюдения запретов седьмого года, мы говорим вообще о Торе, о глубине ее понимания, которая, возможно, только в земле Израиля. Независимо от соблюдения тех формальных заповедей, великих, замечательных и прекрасных, которые предписаны на этой территории. И об этом свидетельствуют слова пророка Иеремиягу из Иха, который мы читаем каждый раз 9-го Аба, когда царь и правители ее земли в изгнании нет Торы и Иха. Вот здесь гениальный срав Кухов привязки его к тексту ухода от Медрашим, который уводят не в ту сторону. Он прямо говорит, когда царь и правитель в изгнании нет Торы. Все. Что значит царь и правитель в изгнании и весь народ в изгнании? Почему царь и правитель подчеркивают? Потому что когда есть царь и правитель народ свободен, а когда народ свободен, то и Тора воспринимается по-другому. А когда народ в рабстве и на чужой земле, а свободен он может быть только на своей земле, то Тора не может восприниматься так же, если народ не свободен, Тора не может восприниматься так же, как он, когда он не свободен. Опять же, свободен он может быть только на своей земле. Имеется в виду, что нет возможности достичь полноты понимания Торы, так как ее истинное распространение, так как ее истинное раскрытие происходит только в земле Израиля. И часто спрашивают, а как же мудрецы за пределами земли Израиля? А вот так же, вот так же, основные аспекты Торы, касающиеся глобальных идей государства, армии, они остаются неоткрытыми, они просто забываются. А когда они забываются, естественно, когда забывается какая-то часть Торы, то и каббалистические представления, они оказываются несколько сужеными, и ты с этим не можешь поделать ничего. Ты отрезал кусок Торы, и ты не можешь его отрезать, не отрезать, потому что ты в изгнании, и ты не можешь его не отрезать, потому что ты не на земле Израиля, и ты не можешь его не отрезать, потому что ты не свободен. Отрезал – все, по своей воле или нет, часть от тебя закрыта, как говорят, хоть тресни. И об этом мудрецы Талмуда сказали. И когда ушли сыновья Израиля в изгнании, не было большего ущерба для Торы. Хагига, пятый лист. То есть, от частной проблемы, от частной полемики относительно необходимости по всем объеме соблюдать заповедь седьмого года, Раф Кук перешел к глобальной проблеме, что не все определяется заповедями. Есть некоторая основа у Торы, которая не определяется исполнением заповедей, а определяется местом проживания, местом проживания и того, является ли человек свободен. А изучение Торы это не только определение того, как следует исполнять предписанные ею действия. И здесь Раф Кук бросает еще серьезнейший момент, который разбивает серьезнейшее ограничение, которое возникло в Галуте возникло знание и представление о том, что изучение Торы его основа это соблюдение заповедей и только мы учим Тору для того, чтобы знать, как соблюдать заповеди, как правильно исполнять действия. Раф Кук говорит, это не так. Это не так. Здесь может быть мы как бы для себя опять же в наше время мы уже это более полно представляем. он разрушает Галутные стереотипы. Тора это не только границы Галахи. Упаси нас Бог даже предположить, что Тора это только инструмент дающий возможность исполнять заповеди. Тора обладает собственной высотой и святостью как идея, как учение и даже когда учит то, что невозможно претворить в жизнь как бы пример. Мы изучаем все заповеди и считается, что изучение заповедей, которые мы не можем исполнить в данный момент, оно тоже обладает ценностью большой. Значит, Тора она не только в том, чтобы предварить конкретное действие в жизнь сейчас. И ничем не может сравниться изучение Торы тех аспектов, которые не имеют никакого отношения к действию, ибо Тора сама по себе превыше всего. До сих пор во многих ешивах вам скажут, что мы учим Тору для того, чтобы прежде всего исполнять заповеди, конкретные заповеди. На это мы направляем все наши усилия, все остальное нас интересует по стоку, по скоку. Равкук говорит, что есть аспекты Торы, которые не имеют отношения к действию, условно говоря, скажем, может быть, каббалистические представления, которые не выражаются конкретно, не приводят конкретно к соблюдению заповедей тем или иным образом. Он говорит, это превыше всего. Превыше всего. Понимание человека, мира, духовного мира, оно превыше всего. это не значит, что он может отбросить заповеди, у него, конечно, ничего не получится. Это не значит, что он может не интересоваться тем, как соблюдают заповеди, у него, опять же, ничего не получится. Но если ты хочешь выстраивать шкалу ценностей, то наивысшая шкала ценностей – это представление человека о мире, о духовном мире, в конце концов, о Всевышнем. и только одной из составляющих ее величия является то, что она приводит к действию. Это как бы, скажем, да, опять же, может быть, мы слышим это более-менее нормально, для его времени это взрыв. здесь есть несколько моментов, но я надеюсь, что мы в основном уже поняли, да, и хочу сказать вам то, что Рав Кук пишет в письме Ридбазу, в другом письме, который говорит ему, что продажа земли не еврею, продажа земли не еврею в земле Израиля, она противоречит закону, который записан в Торе, который все знают, как Аль-Тиханем, не дай ему здесь задержаться, да, если он твой противник, если он старается тебя выселить не дай ему задержаться, да, и поэтому нельзя продавать землю, на что Рав Кук ответил глубочайшую совершенно фразу, да, он сказал так, Рав знает Галаху, но Рав не знает желания Всевышнего, что имел ввиду Рав Кук, что Галаху в подавляющем большинстве случаев нельзя воспринимать как формальное, вот нельзя продавать землю и нельзя продавать, ты посмотри на какой смысл в этой Галахе, смысл в этой Галахе, чтобы он, противник твой, я не говорю враг, противник твой, не задержался здесь, земле Израиля, а ты остался здесь, это смысл. Теперь, если я из-за Галахи Мидарабанан, из-за Галахи Мидарабанан, из-за того правила, которое вели мудрецы соблюдать седьмой год, даже когда нету большинства народа на земле Израиля, если я скажу людям из-за этой заповеди, не работайте на земле в седьмой год, у вас нету выхода, неработанной земле в седьмой год, они встанут подниматься и уйдут, я добьюсь противоположного эффекта, евреи уйдут отсюда, а не евреи, их противники, займут землю, а Галаха направлено на другое, чтобы еврей остался, а не еврей ушел. И Рав Кук приводит примеры из Талмуда, который должны были бы все знать, что мудрецы в период Талмуда еще шли вот как бы на такой обход некоторый легитимный, но обход заповеди седьмого года для того, чтобы дать евреям удержаться на земле в трудной ситуации, чтобы у них не отобрали землю и на их место не пришли не евреи. и это пример опять же того, что мы пришли к новому времени, к времени освобождения с глубочайшим непониманием не только наших задач на будущее, но и понятий Торы, таких, как земля Израиля, как ценность и приоритеты при изучении Торы, мы пришли к этому просто, да, скажем, что у нас осталось, да, формальное понимание того, как следует соблюдать те или иные заповеди формальным образом, не вдаваясь в смысл этих заповедей и концентрации на заповеди, которые соблюдаются каждый день, каждый день, да, из этой статьи, если мы с вами уловили, да, видно это, видно это состояние, да, естественно, что преодоление такого состояния, оно требует не одного года и, может быть, даже не одного десятка лет и усилий не одного генивального человека, а целого, целого народного движения, для того, чтобы изменить эти искаженные представления, которые неизбежно родились в Галуте, потому что многими аспектами мы не занимались, да, здесь я опять же хочу остановиться и спросить, есть ли какие-то вопросы, у нас осталось несколько минут по моим представлениям, да, срочно, срочно нажимаю стоп-шер, да, вижу всех вас, по крайней мере, черные квадратики с именами и жду ваших вопросов, да, вопросов нету, из этого на этот раз я заключаю, что я вас окончательно запутал, но тогда, скажем, обдумайте наши занятия, если появятся какие-то вопросы, мы с вами это можем обсудить в тех рамках, которые у нас существуют, в рамках замечательного сайта, который построил Натан, мы там можем обсудить с вами эти вопросы, так, хорошо, ладно, мы тогда подходим с вами к концу, Натан, да, так, да, я с вами, все замечательно, спасибо, давайте мы, давайте, да, мы закончили с вами, жду встречи с нетерпением в следующий раз, уже после выборов в Израиле, вот, у вас завтра выборы, да, Равзерев? Завтра у нас выборы, я уж не стал говорить, насколько они серьезные, 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 шутень, шутень, знаем, наслышим, мы, конечно, следим, хорошо, ладно, так что, если что, и в политическом плане тоже обсудим с вами, вот, Натан нам поможет, Равзерев сказал бы, что это очень серьезно, я тебя уверяю, я понимаю, да, он даже не мог себе представить, что мы дорастем до такого состояния, до такого выбора, быть или не быть, ну да, хорошо, стандартное состояние, на самом деле, он пишет, это настолько революционно, даже для нашего времени, не знаю, мне кажется, он представлял, в этом-то все, и удивление мое, окей, хорошо, ладно, пожалуйста, ваши замечания, по содержанию, ходу занятий, и ваши вопросы, принимаются все с большой благодарностью, всего доброго, счастливого, очень надеемся, что будут правильные итоги выборов, очень надеемся, Безрат Ашем, Безрат Ашем, да, Безрат Ашем, и Безрат всех тех, кто не поленится, и положит правильный, да мы бы все положили бы, на там, от нас ничего не приходит, я все понимаю, да, поэтому это осложняется ситуацией, если так, то тогда молитесь, молитесь, это да, зависит многое, я каждый день молюсь за государство Израиль, по-честному говорю, каждый день, мы чувствуем, 100%, да, да, обязательно, дай Бог, что вы чувствовали, окей, пока,